Сегодня в Чебоксарах прошли праздничные мероприятия, посвященные 115-летию со дня рождения известного чувашского поэта, драматурга, прозаика Михаила Сеспиля. В столице Чувашии вспомнить его творчество собрались в одноименном сквере. Колоссальное наследие великого чувашского поэта еще долго будут изучать литературоведы. Стихи Михаила Сеспиля сегодня звучат на русском, английском и других языках. Очень короткая жизнь, очень яркая жизнь. Такие поэты у меня в памяти всплывают фамилии, как Есенин, Маяковский. Они жили в одно время, они жили очень ярко и быстро, они опередили время. К сожалению, были не оценены тогда в полной мере, были не приняты тем обществом, не понимали их люди, живущие инертно, как такие люди могут жить с ними рядом. И сегодня замечательной идеей было пригласить ребят прочитать стихи на разных языках. Вонзает плуг в столетние штыки, свой лемех раскаленный до красна, в могильный мрак глубокой стойны, чувашская ложится стойна. Сочинения Михаила Сеспиля изданы большими тиражами в различных странах. К примеру, книга одного стихотворения «Пашня нового дня» издана на 55 языках мира. В 1999 году мы праздновали столетие со дня рождения Михаила Сеспиля. Тогда мы создали мемориальный комплекс Михаила Сеспиля. Большой комплекс, там и школа, и дворец культуры, и памятники, парк. Навели порядок в деревне Михаила Сеспиля. В общем, провели благоустройство во всех школах, домах культуры, трудовых коллективах. Провели праздничные мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Сеспиля. Но вот это движение, начатое тогда в связи с столетиями, продолжается. Но, к сожалению, не так, как хотелось бы. Сеспиль заслуживает более такого глубокого, более такого уважения. Праздничные мероприятия состоялись и на родине поэта, в деревне Сеспиль Канажского района и селе Шихазаны, где учился Михаил Сеспиль. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика.